Афганская война длилась 10 лет, с 1979 по 1989 год. Она велась с многочисленными вооруженными формированиями афганских маджахедов, их еще называли душманами. 27 числа, как сейчас помню, потому что я принимал присягу 27 числа, объявили ввод в Афганистан. Но мы к этому были готовы, хотя не каждый человек к этому готов, это война. Никто не знал, что там будет и как там будет. Молодые ребята, ну, хотелось отличиться, хотелось понимать, что происходит. Советский воинский контингент был введен по просьбе правительства Афганистана и согласно договору о дружбе. Советские воины были награждены за героизм и отвагу, они мужественно сражались с объединенными силами международного терроризма. Это история того, как люди беззаветно отдавали свой долг родине, служили на совесть, приносили присягу и старались исполнить слова, которые они произносили в этой присяге, не жалеть своих сил, здоровья и даже самой жизни при защите своей родины. И это пример сейчас. Сегодня у памятника воинам-афганцам, который был открыт 8 мая 2014 года, была прочитана краткая заупокойная молитва в память о тех, кто не вернулся с войны. А имена на памятнике были выбиты камнерейщиком, впоследствии известным нам как легендарный командир ополчения Арсен Павлов с позывным «Моторолом», к сожалению, погибшей осенью этого года. Он жил и работал в станице Староминской. Это была его последняя работа. И исполнил этот заказ, он тут же уехал на Донбасс на войну. Собравшиеся возложили цветы и венки к памятнику. Среди них и матери, не вернувшихся с афганской войны ребят. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.